Здравствуйте! Я в сегодняшнем видео хочу рассказать о сложностях с мозаикой, которые у нас возникли сразу на двух объектах. Вот так вот, то есть в виде монстра я, наверное, подхожу лучше. Что здесь, что на другом объекте? При укладке мозаики проблем не было. То есть его уложили, все, потом затерли швы и включили рабочее освещение. Рабочее освещение, вот здесь вот точечные светильники, они очень близко расположены к краям стен. Эти точечные светильники в итоге делают тень от мозаики. Сама мозаика по себе имеет небольшую разницу в толщине. Буквально там миллиметрик может иметь. И в итоге как это? Миллиметрик смотрится при косом освещении. Вы можете увидеть сейчас на фотографии. При такой мозаике, которая пеленная четко. У этой прям четкие-четкие, прям резанные грани. А у этой мозаички уже, обратите внимание, грани уже завальцованы. Здесь должна быть геометрия одинаковой толщины. Так, плиточник берет мозаику, накладывает на ровную стену клей, потом и мозаику. И начинает ее вдавливать до конца. Изначально штукатурка вся делается очень ровной. Это будет опорная точка для мозаики. То есть мозаику накладывают, прижимают. И именно сама стена является направляющей. В итоге, из-за того, что мозаика чуть-чуть имеет погрешности, это все превращается в те косяки, которые вы видели на кадре. Какие проблемы дальше? Мастера, что Александр, что Сергей, на этих объектах в итоге выковыривали поштучно и вставляли. На данном объекте не получилось прям вот в идеал вывести, потому что сам по себе продукт не дает возможности реализовать это. Давайте сюда посмотрим. Мы сейчас вот стоим в санузле, и наверху именно точечные светильники. Душевая кабина, она узенькая, и они, соответственно, очень плотно находятся к стене. Любой косой свет даст в итоге погрешность. Вот сейчас мы смотрим не особо заметно, да? А если погасить свет, если то поправили, но не везде смогли поправить. Вот, допустим. Вот там видно, не видно? Вот. Раз тень, два тени. Эти грани из-за косого света делают тень на низлежайшую мозаичку. И разница в полмиллиметра, в миллиметр даст вот такой вот эффект. Так, и вот смотрим, допустим, вот эта мозаика с завальцованными краями. Обратите внимание. Эти вот завальцовки, они делаются неспроста. Такая мозаика даже при косом освещении смотрится уже более выгодно, чем вот эта. Какой совет? Вот я в свое время говорил про освещение. И здесь нужно учитывать вот эти вот вещи. Когда у вас, допустим, декоративный кирпич, то есть именно поверхность рваная, ее очень выгодно подчеркивать косым освещением. То есть она начинает оттенять. Этот же принцип только с очень, с мозаикой, с плиткой, с очень ровными гранями, точнее резанными, этот принцип уже становится во вред. Вот эти доли миллиметра мастер не может поймать. Вот так вот. И свет подчеркивает этот дефект. И вот мозаика, посмотрите еще туда в кадре, разной толщины. Потом геометрия у нее нарушена, там угольник будет вставлен. Вот в дефект это все и вылазит. Так, ну сейчас мы поработаем с мозаичкой уже на столе. Стол будет как штукатурка, либо как стяжка, как вам угодно. Ну, включаем свой фонарик. Мы видим, что это резаная мозаика, основа у нее как у плитки. Вот здесь вот, допустим, кусочка нету, скажем, выпукости. Вот здесь вот есть выпукость, а здесь вот нету. Вот. Что это получается? То есть неравномерно распределены опорные точки. То есть она у нас пляшет. Так, вот она пляшет здесь. Мозаику каждый мастер не может укладывать. Говорю, у него опорная точка является ровная плоскость. Сверху он прижимает мозаику, под которой находится клейк. И проконтролировать вот такие вот нюансы, понимаете, скачки вот этого дела практически невозможно. Вот даже вот сейчас мы ставим их сплошную. Видите, уже здесь тень образовалась. Если хоть чуть-чуть она еще больше, скажем так, вот так вот сыграла, то вообще, вот посмотрите, какая здесь тень сейчас получилась. Видно там? Угу. Вот. То есть, грубо говоря, чем меньше шов, тем больше тень. Раз. Второй нюанс. Если разная толщина мозаики, соответственно, это вылезает вот в такие проблемные варианты. Вот она причина. Разная толщина. Так же бывает, вот она же поклеена вся на сетку. На сетке разные слой клея бывает. Вот такая вот еще беда. Так, ну а теперь мы откроем образец номер 2. Это у меня остаток с нашего гарантийного случая, где я покупал мозаику на свой счет. Так, ну, скрываем. Так. Сейчас мы видим, что все хорошо. Давайте включим теперь свет. Вот. Что мы сейчас теперь видим? Мозаика очень сильно отличается от той, потому что здесь заведомо она уже такая, как бы с рваными краешками. Имитация естественного. Да? Какого-то там камня. Вот здесь вот завальцованный краешек. Мы прямо под этим косым освещением мы прямо увидели вообще все. И в итоге, если даже косое освещение, то такая мозаика может смотреться, наоборот, выгодно. Вот здесь вот мы видим, как какой-то шлифовальный станок прошелся. Здесь вот больше выпуклость мозаички, а здесь вот он сошлифовал. Вот давайте перевернем сюда. Вот смотрите, видите, сейчас какая здесь ситуация. Вот здесь вот видно? Мозаичка выпирает. Плиточник в процессе работы, он прижимает мозаику, как я и сказал, к ровному основанию. И вот этот вот дефектик, он уходит. И выравнивание происходит по, говорю, плоскости. А как сделать вот такое вот выравнивание по плоскости, если у вас толщина мозаики разная? Как я и показывал, какая у нас там играла. Вот эта не играет. Вот эта, вот она. Вот она играет. Вот она на лицо, типа такого же. Если бы она была разной толщины. Но здесь она вся, заведомо толщины одинаковые. Вот, давайте мы ее сейчас перевернем. Посмотрим на обратную сторону. Вот давайте взглянем. Равномерное нанесение клея. Это раз. И вот давайте посмотрим сюда. Вот на эти краешки. Ну, можно, в принципе, ее оторвать. Мы здесь видим, уже вот нету таких штучек. Вот этих вот выпуклостей сильных. Сильная здесь, допустим, она может быть поменьше. И третий нюанс выгодности вот этой мозаики. Как я и сказал, то, что у нее рваные грани. Мы видим, да, они все-таки немножко, но завальцованные. Тут, кстати, даже квадратиками-то особо и не пахнет. Кто там вот видит такой размер мозаики? Вот так вот. Видно? Какая ровная мозаика и как четко порезан. На самом деле, это взяты два образца, которые были в процессе устранения проблемы на объекте. Ну, выдернуты у меня, у нашего Сергея, у плиточника. И он показал, Лех, вон, смотри, что ты хочешь, как говорится, от такой мозаики, которая даже якобы квадратики, а на самом деле они где-то прямоугольнички. Так, ну и что, получается, то вот такая мозаика, она доставляет гораздо меньше хлопот, с ней удобнее работать. Плоскость однородной за счет визуально подчеркнутых дефектов. И такая мозаика воспринимается намного лучше. Даже мы туда вставим вставочку, что из такой мозаики получается. Ну, в принципе, наверное, все. Такая мозаика, покасательной, намного выгоднее смотрится, чем вот такая. Так, ну и теперь уже именно в самой ванне, где находится плитка. У этой плитки уже края завальцованы. Это раз, шов более широкий, это два. И принцип работы с плиткой отличается от принципа работы с мозаикой. Система выравнивания плитки может ее где-нибудь, даже кривизну, легкую, только очень кривизну, при условии, что она большая, чуть-чуть вытянуть. И вот эти методы, не методы, а системы, там, СВП и тому подобное, позволяют сводить крестовины. Это раз. То есть, это мастер выравнивает мозаику, так выровнять нереально. Как я и сказал, там, основным выравнивающим методом является сама опорная стенка. Также, какой нюанс. Вот здесь вот мы видим рассеивающееся освещение. Здесь нет эффекта вот каких-то теней такой. А если здесь есть тень, то она сглаживается вот этими завальцованными краями. То есть, сейчас объясню на пальцах. То есть, вот так вот. И тень, соответственно, из-за этого не подчеркивает какие-то там дефекты плитки, либо погрешности мастера. Еще раз напомню, мастера – это не идеальные станки, упакованные в вакуумную упаковку, выполняющие идеальные работы. Это люди. Я думаю, что это видео будет многим полезно, чтобы минимизировать какие-то недопонимания на объекте между заказчиком и подрядчиком. До свидания. Здесь была проблема с мозаикой на этом объекте. Как вы реагировали? Мы изначально просто указали Сергею на это, на что он сказал, что исправит, и мы дальше в этот процесс не лезли. После этого приехал Александр, еще раз все посмотрел, сказал, что нервничать не надо. Все сфотографировали, зафиксировали, все исправили где-то в течение, наверное, недели. И все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok